Мы находимся с вами в месте, которое по праву можно назвать одним из самых удивительных в России. Здесь живут два народа, они говорят на двух языках, здесь мирно уживаются две религиозные конфессии. Мы в Казани, одном из самых красивых городов России. Каждый, кто здесь был, с нами согласится. Ну, здесь, правда, очень хорошо. Благоустроенные площади, скверы, парки, набережная. Здесь проходил универсиада, здесь проходил чемпионат мира по футболу. Казалось бы, если все так хорошо, то что мы здесь делаем? Проблема в том, что за вот этим прекрасным внешним фасадом скрывается зияющая дыра. Народ здесь обманут и обворован. А чиновники, которые захватили здесь все, готовы сделать что угодно, лишь бы сохранить власть. Здесь, на этом месте перед камерой должен был быть Алексей Навальный. Казань должна была стать одной из остановок в нашей поездке по регионам России. 20 августа Алексей был отравлен. Как мы знаем, теперь боевым ядом новичок. На момент записи этого видео Алексей находится в коме уже две недели. А мы вместо него продолжаем то, что начали. Татарстан – это место, где образовался настоящий султанат, ханство, царство. Можно называть как угодно, но суть не меняется. 30 лет, то есть дольше, чем даже Путин и Лукашенко, у власти находится один клан, одна группа людей, которая ценой благополучия собственного народа стала богатейшими людьми страны, а может и мира. Чтобы понять, как это произошло, мы с вами отправляемся в прошлое. Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить. Эту фразу Бориса Ельцина, произнесенную здесь, в Казани, знает и помнит, наверное, каждый россиянин старше 30 лет. Ельцин сказал эти слова в 1990 году. Таким образом, будущий первый президент новой постсоветской России пытался сохранить разрушающуюся страну, остановить парад суверенитетов. Московская власть шла на беспрецедентные меры, чтобы успокоить бунтующие регионы и в первую очередь Татарстан. Берите, что хотите, будьте настолько независимы, насколько вы можете, но только не выходите из состава России. А как вы принимаете разговоры о государственном суверенитете для автономных республик? Нормально, мы говорим. Возьмите долю самостоятельности, такую, которую вы сами можете переварить. Татарстан хотел суверенитета и боролся за него. Символом и локомотивом этой борьбы стал местный чиновник от сельского хозяйства, секретарь обкома КПСС, будущий президент Ибабай, то есть дедушка Татарстана, Ментимер Шаймиев. Посмотрите на первые полосы местных газет в 1991 году. «Ментимер Шаймиев. Народ и парламент Татарстана благословляет тебя. Отстоять суверенитет и свободу для нас всех. За тобой народ Татарстана. Будь мужественным, мудрым и неподкупным, Ментимер!» Тогда же, летом 1991-го, Шаймиева избирают президентом республики Татарстан. И с этого момента начинается история, наверное, самой масштабной усурбации власти и самого бессовестного личного обогащения. Выборы были безальтернативными. То есть других кандидатов в бюллетени просто нет. Шаймиев побеждает с результатом 71%. И вот еще интересный момент. В этот же день по всей стране выбирали и российского президента, но на участках в Татарстане эти бюллетени людям просто не раздавали. Так Татарстан выбрал своего президента, а выборы Ельцина проигнорировал. И со временем напряжение только усиливалось. В 1992 году в Татарстане состоялся референдум о независимости. За суверенитет проголосовал 61% жителей, пришла половина от всех избирателей. Несмотря на это, Конституционный суд России признал референдум незаконным. Послушайте, что с трибуны говорил Валерий Зорькин. Он по сей день является председателем Конституционного суда и только что обнулил Путина. А тогда, в 1992 году, говорил страшные вещи. Край пропасти, югославский сценарий. Остановитесь. Речь идет о ситуации, которая может мультиплицировать во сто крат умноженную Югославию и все прочие очаги гражданской войны, которые перед собой мы имеем. Я обращаюсь к Верховному Совету Татарстана, я обращаюсь к вам, к народным депутатам. Примите все меры. Мы стоим на краю пропасти. Остановитесь. Но люди-то проголосовали. И под предлогом этого референдума Татарстан отказывается подписывать федеративный договор с Москвой. Татарстан требует особый статус и отдельное соглашение. Прямо настоящая жесткая политическая борьба, да? Местные власти отстаивают интересы своего народа. Кроме Татарстана, федеративный договор с Москвой отказалась подписывать только Чечня. Противостояние с центром продолжалось еще два года. Шаймиф умело подливал масло в огонь, пугая Москву татарским национализмом и поддерживая впечатление, что без него в регионе начнется этнический конфликт. В Татарстане действует собственная конституция, формально главенствующая над другими законами. Объявлен суверенитет. И даже здесь появились собственные специальные деньги. Вот такие жетоны, которыми можно было платить наравне с рублями. На обратной стороне? Вот на этой. И есть ответ на вопрос о том, за что так боролся Татарстан. А скорее лично Шаймиф. Это нефть. В 1994 году Москва и Казань заключают самый важный договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий. Он дал Татарстану исключительное право создать собственную систему госорганов, формировать бюджет и иметь свое гражданство, и даже участвовать в международных отношениях. Ну и самое главное – распоряжаться землей и ресурсами. Казалось бы, вот она, желанная независимость. Деньги идут не в Москву, как из других регионов, а остаются тут. Ресурсы – земля, недра, вода, нефть – являются, я цитирую, «исключительным достоянием и собственностью народа Татарстана». Звучит как победа, но не тут-то было. 1996 год. Шаймиев переизбирается на второй президентский срок. Снова безальтернативные выборы и совсем уже бессовестные 97% голосов. На вопрос, будет ли он баллотироваться еще раз, Шаймиев вздыхает. Что вы? Нет. Представить такое невозможно. Последний вопрос. Вы будете избираться на третий срок? Нет. Нет. По конституции не предусмотрено. А если президент будет нарушать конституцию, тогда кто же за ним-то? И в 2001 году снова идет на выборы и становится президентом в третий раз. А потом и в четвертый, в 2006. Правда, теперь уже без всяких выборов, а просто по просьбе Путина. Кстати, о Путине. У него с Шаймиевым сложились великолепные отношения просто сразу. Еще при знакомстве с тогда директором ФСБ Путиным они зачем-то обменялись наручными часами. А вообще Шаймиев стоял у истоков партии «Единая Россия». Он может считаться ее отцом на региональном уровне. Ну а потом одним из главных покровителей. Шаймиев — доверенное лицо Путина на всех выборах. Секрет их прекрасных и безоблачных отношений простой. Между Казанью и Москвой было заключено другое негласное соглашение. Одна сторона — Татарстан — дает просто заоблачные проценты поддержки Путину «Единая Россия». Именно заоблачные — чеченские. В первых президентских выборах Путин получил по всей стране 53%, а тут 69%. В 2018 году везде 77%, а в Татарстане — 82%. И так до сегодняшнего дня. На последних думских выборах «Единая Россия» по всей стране набрала 54%, а здесь в республике аж 85%. За обнуление Путина по стране проголосовало 78%, а в Татарстане на всякий случай больше — 83%. Ну а другая сторона сделки, то есть Путин, дает татарским элитам воровать так, как не снилось самым наглым московским единороссам. Воровать безнаказанно, бесконтрольно, в любых количествах и на чем угодно. И главный карт-бланш дан двум семьям — любимому дедушке Бабаю Шаймиеву и его преемнику, действующему президенту Рустаму Миниханову. Давайте уже поговорим и о нем. Вот среди десятка татарстанских лидеров мы находим главного героя нашего расследования. Вот он — это президент Татарстана Рустам Миниханов. Миниханов занимает эту должность уже 10 лет. И вот сейчас, 13 сентября, планирует избраться на третий срок. То есть еще на 5 лет. Миниханов стал президентом в 2010 году, после того, как Шаймиев сложил с себя полномочия и сказал, что хочет дать дорогу молодым политикам. И дал. Только молодым или хотя бы самостоятельным политикам Миниханова назвать сложно. Сам Миниханов рассказывает, что познакомился с Шаймиевым еще в детстве. Вырос буквально на коленях у первого президента республики. Ну а дальше была дружба с сыновьями Шаймиева, работа в правительстве Татарстана. Ну и, наконец-то, почетная передача власти в 2010-м. Ну, в общем, преемник, как он есть. Давно знакомый, верный и преданный. Шаймиев называет Миниханова судьбоносной личностью. Это судьбоносная личность, это судьбоносная должность. А Миниханов отвечает, что Шаймиев — пример и ориентир для подрастающих поколений. Идиллия. Та система, которую в середине 90-х выстроил Шаймиев, была подхвачена и улучшена Минихановым. Сверхбогатые элиты, бедные люди, которые мало того, что бедные, так их еще и постоянно обирают. Здесь есть такая штука, называется самообложение. В деревне или селе проводится референдум. Хотите ли вы, чтобы, я не знаю, поменяли вот эту оградку в парке? На референдуме голосуют «за». Из каждого жителя деревни собирают по 300, 500 или 1000 рублей в обязательном порядке. И не с дома, а с человека. И это при том, что люди и так платят налоги, платят за ЖКХ, платят за коммуналку. А к ним приходят и говорят «Скидывайтесь еще». Здесь полностью зачищено политическое поле. Почти нет независимых СМИ. Здесь царит беззаконие и произвол. Полицейские здесь известны в первую очередь тем, что пытают, насилуют и убивают прямо у себя в отделениях. За те пару дней, которые мы записываем этот ролик, за нашей съемочной группой была устроена погоня. Нам укражали. Приехавшие полицейские конфисковали наши компьютеры, телефоны, камеры. Почему-то у нас, а не у нападавших. Нашего юриста, гражданина Беларуси, пытались незаконно депортировать из России. Меня оштрафовали на 30 тысяч рублей. Да прямо посмотрите, сегодня за нами устроили наружное наблюдение. Они не дают нам ступить ни шагу. Почему это происходит? Такие режимы на самом деле очень хрупкие и требуют постоянной непрерывной охраны. Миниханов и Единая Россия это прекрасно понимают. 13 сентября пройдут выборы и президента, и в несколько городских советов, и даже до выборов в Госдуму. И больше всего татарстанские жулики боятся, что что-то на этих выборах пойдет не так. Так давайте напугаем их посильнее. Голосуйте за кого угодно, только не за Миниханова. Зарегистрируйтесь в умном голосовании. И если вы живете в Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске, мы пришлем вам фамилию того кандидата, за которого нужно проголосовать, чтобы вышпырнуть единоросса из муниципального совета. Это можете сделать вы. А мы сделаем другую часть работы. Дело в том, что это расследование не просто история невероятного богатства татарстанских чиновников. Мы поймали действующего президента Татарстана, Рустама Миниханова, на взятки в почти 3 миллиарда рублей. И требуем немедленно его уволить. Ну что, из Казанского Кремля мы держим путь прямо на место преступления. С нами Олег Емельянов, начальник Казанского штаба Алексея Навального. Привет, Олег. Привет. Ну что, куда мы идем? Мы идем на улицу Островского, самый центр города, посмотреть на местную достопримечательность. Это символ и операционный центр преступной империи Рустама Миниханова, который, как и во всех хороших детективах, находится на самом видном месте. За моей спиной здание гостиничного комплекса «Лучиано». Это элитный отель, дорогой отель, в котором есть спа-комплекс, салон красоты и ресторан. В Казани его знают буквально все. В первую очередь, потому что он принадлежит жене Миниханова, Гульсине Ахатовне. Именно в этом спа-комплексе, простите за каламбур, отмываются миллиарды семьи президента Татарстана. И спа-процедуры здесь ни при чем. Гостиничный бизнес – это только вывеска, ширма. На самом деле, за всеми этими баночками, массажными кабинетами и бассейнами вскрывается специально созданная машина по получению взяток и легализации денежных средств. На все это живет семья президента Татарстана. В федеральной новости жена Миниханова Гульсина ворвалась впервые, наверное, в 2017 году, благодаря своей декларации. Согласно опубликованным данным, она заработала 2,3 миллиарда рублей за год. Это сильно больше, чем, например, бюджет Нижнекамска. Все, конечно, сильно удивились. 2,3 миллиарда рублей даже самые крупные жулики-единороссы не решаются декларировать. Объяснений сначала не было вообще никаких. Потом последовал скупой комментарий, мол, продала долю в том самом спа-комплексе, у которого мы стояли, к какому-то неизвестному офшору. Доля в казанском спа-комплексе за 2,3 миллиарда звучит не очень убедительно. В общем, мы решили разобраться. Начали разбираться и очень сильно удивились. Ведь на самой поверхности мы обнаружили одну из крупнейших взяток на нашей памяти. И что самое интересное, идеально доказанную, прямо полностью задокументированную взятку. Долю в фирме Гульсины Менихановой купил кипрский офшор Сантерра. Находим его и изучаем его годовые отчеты. 2016 год. Вот нужная нам строчка. Офшор купил 49%, то есть неконтрольный пакет ООО «Лучано» за 2,2 миллиарда рублей. Это примерно соответствует 33,5 миллионам долларов. Вот они в кипрском документе. А теперь начинаются подозрительные дела. Мгновенно. После покупки этих акций компания их обесценивает. Если совсем упростить, то вот вы купили что-то за 100 рублей, значит в своих бухгалтерских документах нужно отразить тоже 100 рублей. Не 200, тогда это переоцененный актив получается. Не 50. А наш офшор купил долю в спа-комплексе Мениханова за 33 миллиона долларов, а на баланс поставил себе только 6,5. Теоретически такое могло бы произойти, если бы на следующий день после покупки на спа-комплексе «Лучано» упал метеорит и полностью бы его уничтожил. Тогда можно было, ну, вот так обесценить. Но мы проверили, никакой метеорит не падал. То есть сделка притворная, не рыночная. Мы начали смотреть отчетность дальше, и в 2018 году, в не поверите, произошло то же самое. Офшор Сантерна внес в основной капитал «Лучано» 10 миллионов долларов и при этом не увеличил долю, которой они владеют. А потом еще снова полностью обесценил эту инвестицию. То есть они опять потратили деньги на что-то абсолютно ненужное, заплатив буквально за воздух. Ну что, интересно вам, кто у нас такой недотепа предприниматель? Кто просто сорит деньгами и буквально запихивает их в карманы Минихановым? Ответ там же, в реестре юридических лиц. Офшор, через который дали взятку на 100%, принадлежит российскому олигарху Рубену Варданяну. Варданян один из богатейших людей России, известен как основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» и один из идейных вдохновителей Сколкова и прочих инноваций. Он строит из себя такого суперпродвинутого инвестора, занимается благотворительностью и по всему миру поддерживает крайне приличный имидж. Но это в самом деле только имидж, направленный, видимо, на его иностранных коллег и его партнеров. По факту он совсем недавно заплатил 3 миллиарда рублей чистой взятки президенту Татарстана. Причем здесь Татарстан, может возникнуть логичный вопрос. Варданяна с Татарстаном связывают близкие и длительные отношения. С 2006 года у его «Тройки Диалога» и его самого есть крупные доли в КАМАЗе, который, как известно, базируется в набережных Челнах. Варданян вместе с Минихановым сидит в Попечистском совете инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан. И по собственным словам, он большой фанат Татарстана. И это заметно. Всего Варданян заплатил Минихановым 43,4 миллиона долларов. Из этой суммы он списал или обесценил 38,4 миллиона. Это и есть взятка. В пересчете на рубли почти 3 миллиарда рублей. Все-таки 21 век на дворе. Эпоха денег в чемоданах, ну или в вагонах в нашем случае, она закончилась. Поэтому для маскировки этой взятки они использовали вот такую историю с псевдопокупкой СПА-комплекса. Именно псевдопокупкой. Со страны выглядит, как будто офшору Варданяна принадлежит 49% всего этого огромного гостиничного и СПА-комплекса. То есть бизнеса, который приносит хоть какие-то доходы. Но это не так. На ООО «Лучиана» оформлены только здания, а сами деньги зарабатывают совершенно другие юрлицы, и Варданян к ним никакого отношения не имеет. Мы специально сходили попить кофе в гостиничный ресторан, чтобы посмотреть, кто собирает прибыль с этого комплекса. И содержимое чека нас удивило. Оказалось, что деньги за оказание услуг получает не компания Миниханова и Варданяна, а некая ООО «Сервис-центр». Та же компания указана и на сайте «Лучиана». Это компания Венеры Гафаровой, сестры Гульсины Минихановой. Это очень важный персонаж в нашем расследовании. Сама Венера Гафарова бизнесом в Казани занимается вряд ли, потому что живет в основном в Швейцарии, где приглядывает за внуком, который учится в одной из самых дорогих школ мира. Муж Венеры Гафаровой, Харис Гафаров, возглавлял пенсионный фонд Воскогорского района с 2002 по 2015 год. А когда его карьера чиновника закончилась, в 2017 году они вместе с супругой купили себе по мальтийскому паспорту. Вот объявление о вступлении в гражданство Мальты. Всегда так бывает с единороссами. Пенсионный фонд в Татарстане, а пенсию у них в Швейцарии или где-то еще в Европе. Мы еще не раз упомянем Гафарову в этом расследовании, так как на нее, как на номинального владельца, записано много активов семьи Менихановых. Но пока у нас есть еще одно незаконченное дело около знаменитого Лучиана. Я как казанец могу вам точно сказать про спа-комплекс Гульсины Менихановой, наверное, знают или слышали все. Но когда вы слышите спа-комплекс или гостиница, даже если у вас очень богатое воображение, вы все равно представляете просто гостиницу. Ну здание, может, инфраструктура какая, но это не наш случай. Здесь Менихановым принадлежит целый квартал, и они расширяются прямо на наших глазах. Самое большое здание вот тут – это спа-комплекс Лучиана, более 14 тысяч квадратных метров. К нему примыкает 10-этажное здание гостиницы и конференц-зал. Огромная крытая парковка тоже принадлежит семье Менихановых. Вот это жилое здание рядом тоже стоит упомянуть. Тут у Менихановых квартиры, причем не одна, не две и даже не пять, а целый подъезд, в котором 22 квартиры, общей площадью 2178 квадратных метров. А вот тут новая мегастройка. Год назад жена Менихановы выкупила у экс-мэра Казани Камиля Исхакова землю под комплексом «Комбинат здоровья». В отличие от Лучиана, это был вполне доступный банный центр со спортивным залом. Землю площадью 12 тысяч квадратных метров в самом центре города продали жене Мениханова за 165 миллионов рублей. А через три недели после покупки уже сама Мениханова переоценила ее в 560 миллионов. Старые бани снесли, а на их месте строят какой-то многофункциональный центр. Ну что, взятку от олигарха Варданяна разобрали. И чтобы вы не подумали, что это какой-то эксцесс или ошибка, я предлагаю сразу двинуться к следующей взятке. Не только же крупные олигархи должны платить оброк, местные бизнесмены тоже не отстают. Система Мениханова устроена так, что свою небольшую, а чаще большую, ренту он получает буквально от всего и всех вокруг. Давайте разбираться, откуда у татарстанского президента, который всю жизнь на госслужбе взялся 1600-метровый дом. Мы в самом сердце Казани, более центрального места просто не найти. Справа река Казанка, приток Волги, тут же набережная. Красивое и обустроенное туристическое место. Впереди Казанский Кремль, видна знаменитая мечеть Кул-Шариф. Здесь без преувеличения стоят самые дорогие дома Казани. Но самый-самый дорогой среди этих домов, конечно же, у Мениханова. Вот этот роскошный дом, площадью почти 1600 квадратных метров, принадлежит фирме его жены. Особняк выглядит очень современным. С такой террасой его место где-нибудь в Швейцарии или Испании. Дом хоть и указан в декларации, но земля под ним задекларирована лишь частично. Площадь участка 6500 квадратных метров. Справа еще один дом, поменьше. Он оформлен напрямую на жену. Тут же котельная и теплица. Общую стоимость этого комплекса оценить очень сложно. Ничего похожего в Казани никогда не продавалось. Тем не менее, мы уверены, что стоит это все никак не меньше 1 миллиарда рублей. Откуда такие деньги могли появиться в семье чиновника? Да не могли, конечно, и не появились. Дом площадью 1579 квадратных метров фирма Менихановой выменяла у местного бизнесмена Равили Зиганшина. Бизнесмена, бывшего депутата и подрядчика. У Менихановой было подвальное нежилое помещение вот тут, а обменяла она его на такой дом на набережной. Что это, удача? Нет, это взятка действующему президенту республики от крупнейшего застройщика региона. Но мы еще не закончили с роскошными домами на набережной. Давайте снова посмотрим на дом Мениханова за миллиард и на один соседний участок. Вот этот дом, слева от Менихановой, записан на дочку ее сестры Лейлу Акберову. Площадь дома 575 квадратных метров. Куплен он в 2011 году. Мы оцениваем стоимость этого дома в 200 миллионов рублей. Сама Акберова работает, кстати, простым нотариусом. Вот можно записаться на прием и даже вызов на дом заказать. А теперь посмотрим направо, тоже прямо через забор. Нет, это не очередной дворец, это мечеть. И история у нее очень интересная. Я сейчас стою недалеко от дома, над которым мы летали. Это настолько близко от Казанского Кремля, что вся эта зона имеет специальный охранный статус, как всемирное культурное наследие ЮНЕСКО. Ну а за моей спиной вы видите мечеть. Здесь, по идее, строить нельзя, но это лишь лишняя иллюстрация того, что для семьи Менихановых законов и правил не существует. Эту мечеть из самого белого мрамора в мире вызвали совсем недавно. За строительство отвечал все тот же Равиль Зиганшин, который фактически подарил семье Менихановых соседний дом. Название мечети Ирак в честь сына Мениханова, погибшего в авиакатастрофе в 2013 году. Мечеть, хоть и открыта для публичного посещения, очевидно обладает особенным статусом. Во-первых, она находится буквально через забор от дома Менихановых, а во-вторых, среди ее учредителей – ближайшие родственники президента. 24-летнего Ирика Мениханова, который постоянно жил в Швейцарии, похоронили не здесь, а в центре города на Аллее Славы. Это мемориальный комплекс в парке Горького, где похоронены известные революционеры, деятели культуры и ученые. Захоронений там не было с 1957 года, а спустя полвека там появилась могила Ирика Мениханова. Какой основной признак коррупционера-единороса? Он не может построить себе одну дачу. Ему нужно больше и больше дач. Это бесконечный процесс, не поддающийся логике. Больше домов и больше квадратных метров. Второй дом семейства Менихановых мы обнаружили в 20 километрах от Казани. Мы в деревне Ильино, в 40 минутах езды от центра Казани. Перед вами 100-метровый дом Гусины Менихановой, жены президента Татарстана. Дом оформлен прямо на нее. Отличное место, очень приятно прямо у воды. Но вы, наверное, спросите, а почему мы вам это показываем? В чем смысл? Дом как дом, ничего особенного. А ответ буквально у вас перед глазами. Вот он расположился на трех с лишним гектарах татарстанской земли с доступом к вертолетной площадке. И записана эта земля не на жену Мениханова, а на фирму сестры жены. Той самой, на которую оформлен ресторан Лучиана, Венеру Гафарова. Вот главный дом со спуском к воде. Его площадь 1380 квадратных метров. Справа находится 770-метровое здание бассейна. Чуть дальше видны отдельная баня и теплица. А у входа на участок построены КПП и дом охраны. Всю эту загородную усадьбу мы оцениваем в 500 миллионов рублей. Какой основной признак коррупционера-единороса? По-моему, ты уже спрашивал. Подожди, это я специально, чтобы закрепить. Остановиться воровать невозможно. Коррумпированному чиновнику-взяточнику никогда не будет достаточно. Вот вам ответ на знаменитое. Ну, зачем нам новые чиновники? Они придут и начнут воровать, а старые уже хотя бы наворовались. Им достаточно, в принципе. Нет, они никогда не наворуются. И способы будут становиться все изощреннее и изощреннее. Третья дача Менихановых располагается в 30 километрах от центра Казани, на живописном берегу реки Волги. История этого дома поражает наглостью. На этом месте раньше был старый советский детский лагерь Волга. Лагерь нужно было ремонтировать, перестраивать, и нефтяная компания Татнефть вызвалась это сделать. Но чтобы понять, в чем трюк, нужно посмотреть спутниковые снимки. Лагерь был вот тут, в очень хорошем месте, прямо у реки. А приехал вот сюда. А на прибрежном участке началась стройка. В 2011 году на открытии нового лагеря Мениханов заявил, мы всегда хотели иметь хороший молодежный центр лагеря. Мы всегда хотели иметь хороший молодежный центр. И благодаря нефтяной компании Татнефть это желание осуществилось. Осуществилось и личное желание Мениханова. Еще одна мега-дача. Перед вами прямо на месте украденного детского лагеря располагается элитный поселок Боровое Матюшино, который называют Казанской Рублевкой. Здесь живут важные боссы из Татнефти, но самый большой и роскошный дом поселка опять у нашего старого знакомого Рустама Мениханова. Вот этот участок площадью 9 тысяч квадратных метров, записан на фирму его жены. Сверху видно отдельный дом для прислуги, его площадь 308 квадратных метров. Площадь основного дома полторы тысячи квадратных метров. А рядом у искусственного пруда стоит еще один, трехсотметровый, что-то вроде огромной летней веранды. Мы нашли архитектурные планы из этого дома. Роскошь поражает. В доме есть собственный кинотеатр, комплекс-саун с мозаикой на стенах, каминный зал и, конечно, свой огромный бассейн. Да и вообще интерьеры впечатляют своим богатством. Всю эту супердачу мы оцениваем в 1 миллиард рублей. Отлетаем от дома и обращаем внимание на вертолетную площадку. Дорогие татарстанцы, мы выяснили, что это ваша площадка. Приходите, пользуйтесь. Эту плавучую площадку построила Татнефть и по документам подарила республике Татарстан. Но по какому-то случайному стечению обстоятельств подарок для республики разместили не на Кремлевской набережной, а на личной даче президента Мениханова. И к народной собственности обычному человеку не подобраться. И эта история, кстати, прекрасная иллюстрация того, что Мениханов реально считает Татарстан своими владениями. Прямо приравнивает себя к республике. Государственное имущество равно мое имущество. И Татнефть — это прямо ключевой механизм его обогащения. У компании существуют две параллельные функции. С одной стороны, она добывает и продает нефть. С другой — оплачивает личные капризы и желания Мениханова. Обеспечивает ему образ жизни, на который у него официально денег нет. Лучший пример — частный самолет. Мы проанализировали передвижение Мениханова по миру и сравнили с тем, какие самолеты бывают в тех же местах в то же время. Единственное совпадение — частный борт Falcon 8. В ноябре прошлого года Мениханов посетил Братиславу. Нужный нам самолет тоже там был. 2 февраля этого года борт отправился в Нью-Йорк. Там же мы обнаружили и Рустама Мениханова, который встречался с американскими татарами. 6 июня самолет отправился на Алтай, а спустя два дня в понедельник СМИ писали о встрече президента Татарстана с губернатором региона Олегом Харахординым. На этом же самолете Мениханов летал в явно нерабочую поездку в Абу-Даби, чтобы посмотреть финал Формулы-1. На Новый год Falcon ждал Мениханова на Мальдивах во время его 10-дневного отпуска. Такой самолет стоит 3 миллиарда рублей. Его содержание — не менее 200 миллионов рублей в год. Это очень дорогое удовольствие. Ни сам Мениханов лично, ни даже государственный бюджет не могут себе позволить такое оплачивать. Только сам борт без обслуживания стоит как 10 городских бюджетов в угольмы. Кто за это платит? Мы заказали выписку из Росавиации, чтобы узнать, кто собственник этого частного самолета. И получили ответ — Татнефть. Стоит четко и ясно проговорить важную вещь. Это не какие-то там милые одолжения, это взятка. Компания Татнефть публичная, она торгуется на лондонской бирже. Существенные пакеты акций принадлежат крупным международным инвесторам. И все эти инвесторы вместо того, чтобы получать дивиденды, оплачивают минихановские новогодние полеты на Мальдивы. Кстати, о Новом годе. Очень смешная история. Про мелочность. У Менихановых есть 222-метровая квартира в Дубае. Вот она в декларации. Она была оформлена на сына, куплена им, когда ему было около 20 лет. А потом, когда он умер, квартира перешла по наследству матери. Так вот, минихановы очень любят Новый год встречать именно там. Но до Арабских Эмиратов как-то надо добраться. А это дорого, народа много едет и так далее. Поэтому каждый год в последние дни декабря, числа 29-30, миниханов организовывал себе рабочий визит в Дубай. Вот, 2015-й, 31-й декабря, работа кипит. 2016-й, 31-й декабря, встреча с какими-то солидными представителями Эмиратов. Такое ощущение, что встреча проходит дома у миниханова или в соседнем помещении. Вот его племянник проводит каникулы точно в таком же интерьере. Дальше, 2017-й год. Опять по удивительному совпадению, работа под Новый год наклинулась именно в Эмиратах. 2018-й, опять та же ситуация. Ну то есть миниханов придумывает себе государственные дела 31 декабря в Дубае, а потом, ну как не задержаться на пару недель. Буквально выжимает все, что можно выжать из аторстанского бюджета. Татнефть, которая вроде как национальное богатство, использует просто как дойную корову. То вертолетную площадку построит, то дачу, то самолет обеспечит. На избирательную кампанию миниханова деньги тоже дает Татнефть. У него есть такая известная предвыборная программа по благоустройству. Называется «Наш двор». Миниханов с ней носится, как со своим главным козырем и достижением. Кто на самом деле за это платит? Татнефть, чтобы помочь своему начальнику переизбраться. Превратили публичную нефтяную кампанию в собственный кошелек. Когда Миниханов начал воровать? Мы задавались этим вопросом и готовы вам ответить. Сразу, как только появилась возможность. Еще до того, как он стал президентом, то есть со времен своей работы премьер-министром, Миниханов начал сказочно обогащаться. В 2009 году, еще до всех этих историй со СПА-салоном, жена Миниханова стала обладательницей 175-метровой квартиры в клубном доме на Якиманке в Москве. Сейчас такая стоит около 120 миллионов рублей. Доход жены Гульсины Минихановой в тот год 8 миллионов рублей. В 2011 году 22-летний сын Миниханова покупает за миллион евро две квартиры в одном доме во Франции. Суммарная площадь 322 квадратных метра. Квартира находится в малоэтажном жилом комплексе в 10 минутах от границы со Швейцарией. Откуда у 22-летнего парня миллион евро на такое жилье? Дал папа. Тогда только что избранный президент. Сегодня эти квартиры стоят дороже. Полтора миллиона евро минимум. Или 135 миллионов рублей. Записаны на сестру Минихановой Венеру Гафарову. Мы не знаем в каком году, но судя по всему, приблизительно тогда же он стал собственником 222-метровой квартиры в Дубае. По фотографиям мы примерно понимаем, где она находится. Стоят такие апартаменты в Дубае тоже под миллион долларов. Оценим их в 70 миллионов рублей. Знаете, где квартиры дороже, чем в солнечных Арабских Эмиратах? На Красной площади. Там в собственности фирмы Лусяна апартаменты. Они стоят 220 миллионов рублей. Там же у них есть и гараж. Всего жилой недвижимости мы обнаружили у Минихановых почти на 3,5 миллиарда рублей. И это только то, что было куплено самим президентом или его супругой. Сумма, безусловно, шокирующая. Но вы знаете, проблема не только в баснословных деньгах, которые они вложили в недвижимость. Проблема в образе жизни. Мы несколько лет внимательно следим и за самим Минихановым, и за его родственниками по соцсетям. И такой масштаб шокирует даже нас. На частных самолетах летает не только сам Миниханов, а все, вплоть до малолетних детей, на каникулы. Их соцсети завалены фотографиями с частных бортов, бриллиантами, сумками по 20 тысяч евро. Зачем-то они постоянно фотографируют черную икру. Дети выглядят так, как будто они растут не в семье президента, а в семье какого-то супер богатого рэпера. Смотришь и реально понимаешь, вообще люди совесть потеряли. Абсолютно. Это внук Венеры Гафаровой. Сколько ему здесь лет? 12? И у 12-летнего парня одновременно двое часов. На левой руке хубло стоимостью более миллиона рублей, а на правой руке бриге примерно за такую же цену. Знаете, зачем ему двое часов? Чтобы одновременно и казанское время, и швейцарское. Вот школьник и ходит с двумя с половинами миллионами рублей на руках каждый день. Откуда такая наглость? Учится у лучших. Мы исследовали коллекцию часов самого президента Миниханова. Я не устану повторять, госслужащего не бизнесмена. И он побил все рекорды. Судя по фотографиям, Миниханов просто одержим часами. Его любимый бренд – Патек Филипп. Мы обнаружили у него целую коллекцию. Вот такие, попроще, за 3 миллиона. Потом такие же, но в черном исполнении еще три. Еще один Патек Филипп за 4 миллиона. Или вот такие, классические, за 5. Столько же стоят эти с официальной фотосессии? Ну и самые солидные. Патек Филипп за 19 миллионов рублей. Это примерно три годовые зарплаты Миниханова. Уже так много, а мы еще и с половиной не разобрались. Это Адемар Пеге за 9 миллионов рублей. А это Ришар Миль, как у Пескова, только чуть дешевле – 20 миллионов рублей. А тут задумчивый Рустам Нургалеевич надел на себя часы еще более роскошные. Турбионы за 26 миллионов рублей. Для фотосессии с бабушкой-ветераном Миниханов специально оделся особенно скромно. На руке Ваширон Константан за 5 миллионов рублей. Вот еще пара моделей для полноты коллекции. Всего нам удалось обнаружить у него 12 часов общей стоимостью 107 миллионов рублей. Расследование незаконного обогащения Миниханова – это как ремонт, который невозможно закончить, а можно только прекратить. Так что волевым решением мы ставим точку на историю с Минихановым, но в Казань все равно еще раз вернемся. Мы не можем уехать из Казани и не показать вам вот этого места. И если в случае, когда мы стояли около спа-салона Минихановых, нужно было рассказывать что-то про ширму и тайный бизнес, то тут никаких тайм. По крайней мере сейчас. За моей спиной офис группы компании «Таиф» – источник колоссального обогащения семьи Шаймиевых. Истории этой конторы расставят все точки над «и» и очень наглядно продемонстрируют, как бабайка Шаймиев обманул и обокрал собственный народ. Вы помните, мы показывали вам монету с вышкой? Нефть. Та самая нефть, которая – исключительная собственность татарского народа. Те недра, вокруг которых разворачивалась вся битва за суверенитет. Все это стало источником обогащения не Татарстана, как обещали, а Минтимера Шаймиева лично. В 1995 году власти Татарстана создают компанию «Таиф», которой поручено готовить приватизацию крупнейших предприятий. Контрольный пакет у государства. Республика внесла в уставной капитал доли в крупнейших предприятиях Татарстана – «Татнефти», «Нижнекамскнефтехима» и так далее. Для «Таифа» были созданы уникальные условия. Они не платили региональные налоги вообще. Правительство разрешило им закупать нефть у «Татнефти» по фиксированной низкой цене, а потом экспортировать уже по рыночной. Образующуюся абсолютно из воздуха прибыль «Таиф» тратил на скупку операторов связи, телекомпании, заводы, строительство торговых центров. Продолжать можно просто бесконечно. Они стали очень богатой компанией очень быстро, а потом выяснилось, что «Таиф» больше не государственный. Республика просто исчезла из собственников, и все накопленное благодаря всем этим льготам и поблажкам оказалось в частных руках. В чьих очень долго скрывалось. Структура их собственников непрозрачна. Несколько лет назад из-за судебных разбирательств стало известно, что как минимум четверть, 25% «Таифа» принадлежит детям и внукам Ментимера Шаймиева. Чтобы вы понимали, о каком масштабном богатстве идет речь, в прошлом году семья Шаймиева стала третьей самой богатой семьей России. Сразу после «Ротенбергов» их состояние оценили в 3 миллиарда долларов или 225 миллиардов рублей. Это плюс-минус годовой бюджет Татарстана. Как семья первого президента тратит эти деньги? Все по законам жанра. Суперэлитная недвижимость в России и за рубежом. Мы подлетаем к имению младшего сына Ментимера Шаймиева, Радика, в деревне Обухово, в 20 километрах от Казани. Площадь участка тут впечатлила даже нас. 478 тысяч квадратных метров. Это примерно как два московских Кремля. Вот тут за лесочком, чтобы не было видно из главного дома, расположились гараж, хозяйственный блок и дом прислуги. За жизнеобеспечение усадьбы отвечают именно отсюда. И, конечно, главный дом. Он хоть и двухэтажный, но его площадь целых 3000 квадратных метров. Вокруг идеально подстриженные газоны, деревья и сады. Можно подумать, что за домом находится озеро, но нет, это искусственный пруд площадью 12 тысяч квадратных метров. Стоимость этой усадьбы сына Шаймиева мы оцениваем в 2 миллиарда рублей. Дочь Радика Шаймиева, то есть внучка первого президента Татарстана Камиля Шаймиева, живет в Лондоне. В учредительных документах ее офшора на Кипре мы обнаружили ее домашний адрес. Эта квартира вот в этом доме, в самом дорогом районе Лондона, стоимостью 5,5 миллионов фунтов, то есть 550 миллионов рублей. Ну а кроме внучки Камили, есть и другие внуки, им тоже ведь надо где-то жить. Мы в трех километрах от дачи Радика Шаймиева, которую мы вам уже показывали. Это в окрестностях деревни Бима. Именно из-за съемки этой дачи охрана устроила погоню на квадроциклах, а полиция украла всю нашу технику. Лишь бы вы не увидели, что тут находится. Что ж, с радостью представляем вам гигантскую дачу Тимура Айратовича Шаймиева, 30-летнего внука первого президента Татарстана. И эта дача впечатляет ничуть не меньше, чем находящаяся по соседству дача его дяди. Общая площадь участка почти 400 тысяч квадратных метров. Участок такой большой, что нам надо пролететь достаточно много, просто чтобы он весь попал на камеру. Весь участок заполнен искусственными прудами и каналами. Сейчас тут заканчивается строительство. Площадь и назначение многих объектов пока не ясны, но площадь главного дома мы уже знаем. 2000 квадратных метров. Мы оцениваем эту загородную резиденцию как минимум в 3 миллиарда рублей. В Татарстане многие считают Ментимера Шаймиева национальным героем. Он сам рассказывает, что ему целуют руки при встрече. Ему открываются прижизненные памятники. Он сохраняет свою госдолжность в качестве советника президента и активно участвует в политической жизни. Предложенные поправки Конституции направлены на всесторонные укрепления Российской Федерации. А мы предлагаем вам посмотреть еще раз просто вот на эти два дома. 5 миллиардов рублей, зарытые в даче. Точнее вот в эти дворцы. Это то, ради чего все и затевалось. И разграничение полномочий, и национализация ресурсов, и узурпация власти. И эти заоблачные проценты Единой России вот ради этого всего. Деньги, конечно, огромные, но если задуматься, то не так уж задорого они продали собственный народ. В 2010 году, когда Меньханов только стал президентом Татарстана в первый раз, журналист задал ему вопрос, возможно ли победить коррупцию. Он ответил, что нет. И сказал, цитирую, из 10 человек один не будет брать взятки, 9 будут. Раз приносят, как не взять? И этого принципа Меньханов придерживается верно и преданно. В ту секунду, когда на него свалилась неограниченная власть, Меньханов начал воровать. Много, бессовестно, нагло. Дача, квартиры, часы, самолеты, недвижимость за границей. Лично у Меньханова есть все, что можно себе представить. И это взялось не из воздуха, это не какие-то абстрактные деньги, это ваши деньги, татарстанцы, это ваши зарплаты, это ваши налоги, это ваши ресурсы, в конце концов, вас обманули, разменяли. 30 лет назад Шаймиев пообещал вам, что все богатство Татарстана будет вашим. Он вас обманул, богатство его, его в первую очередь, во вторую Меньханова, в третью какого-то, ну, следующего чиновника, который входит в их клан. И каждая новая дача, каждый новый самолет вашего президента, это просто очередная транзакция. Вас ограбят, у вас отнимут право выбора, с вас соберут оброк, а Меньханову, ну, вот новая недвижимость Дубая. Власть не дана богом, дедушки, прадедушки или отца Татарстана не существует. Вашим президентом должен быть человек, которому вы важнее, чем поездка на частном самолете на Мальдивы. 13 сентября не голосуйте за Меньханова, за кого угодно голосуйте, но не за него. Если вы из Казани, Нижнекамска или Набережных Челнов, участвуйте в умном голосовании. Все эти единороссы в ваших думах – это сообщники, это участники гигантской операции по разворовыванию Татарстана. Регистрируйтесь на сайте умного голосования и подписывайтесь на наш канал «Здесь говорят правду».